Русское радио Действительно, в прямом эфире Русское Родное Радио И ведущий Макс по обыкновению Желаю всем хорошего дня Здравствуйте, уважаемые слушатели Ну а начну с маленького эпиграфа Нашей передачи Много малышей прекрасных Белых, черных, желтых, красных А сиреневые дети На другой живут планете Вот сегодня у нас в гостях В студии Русского Радио Илья и Ксения Люди, которые занимаются Организацией детских праздников Представляют студию детского праздника Чистки. Добрый день вам Здравствуйте Добрый день Большое спасибо, что нашли в своем плотном Предновогоднем графике Часок для того, чтобы побыть вместе со мной С слушателями Русского Радио Ну и естественно первый вопрос Как пришла мысль Стать организаторами детских праздников И вообще заниматься этим Это весело, наверное, да? В первую очередь Для нас это, в общем, случилось совершенно случайно Мы нашли случайно друг друга И решили сделать это веселье вдвойне веселее, можно так сказать На двоих разделить его Скажем так, мы соединили наше сердце Одно мы, по сути, муж и жена Вот, и как бы это у нас родилось Буквально практически сразу, да? Да, в начале нашей семьи Наших отношений, да? Да Практически Ну да, тут остается только выдумывать Как же все это произошло Такая мысль пришла вместе Но скажите, пожалуйста Для того, чтобы вообще начать заниматься этим Нужна какая-то подготовка? Вы где-то учились, готовились к этому? Или вы просто встретились Решили сделать свою жизнь вдвойне веселей И бах, и у вас все получилось Нужен большой опыт Опыт работы с детьми в разных сферах Можно сказать Не только организацией праздников Вот Илья, он много лет работал Да, я работал в детских оздоровительных центрах Изначально Да, обеспечивал досуг Начиная с вожатого, заканчивая Диджей Дима Савикон Курта-организатором Плюс, ну, в общем, как бы Мне это все знакомо Не понаслышке А Ксения, она у нас закончила ИНЯС То есть тоже педагогическое образование У меня была такая идея Преподавать, да, английский язык Но в игровой форме И как-то это началось Я преподавала Игры, 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 игры И вот в игровой форме Все перешло больше в аниматорскую деятельность А как это вы преподавали иностранный язык В игровой форме? Ну, я организовала свою собственную школу Вот И могла там творить Методика у меня такая вот была Вот все на деле Не по учебникам, а все по делу Вот И как-то это все получилось Сложилось Что вот игровая форма, игровая форма И ушли на аниматорскую форму Звезды сошлись Звезды сошлись, да А, то бишь вы еще сразу после института, да Начали придумывать уже свою школу иностранного языка Happy English, да? Сейчас учебники идут Так, уважаемые слушатели У нас в гостях Илья и Ксения Люди, которые организовывают детский досуг Вообще у них студия детского праздника Называемая Cheesecake Кто знает, можете писать Задавайте любые вопросы на наш короткий радио номер Пишите в группу русской радио 105.2.fm Или звоните на номер прямого эфира 8-938-104-1010 В ближайшее время в живой теме мы поговорим Вообще, какие игрушки в моде Как же организовать новогодние праздники Вообще, до какого возраста дети остаются детьми Все эти вопросы мы сегодня обязательно обсудим Оставайтесь с нами Странный, странный человек Шел куда-то с попугаем Он искал себе друзей В городах и разных странах Он на старых площадях Где фонтаны просыпались Песню смело запевал Всем прохожим улыбая И снежной зимой И когда все растает В окна врывала Песня простая Бум-бум-ла-ла Хорошая песенка Бум-бум-ла-ла Без слов, но так весела Бум-бум-ла-ла Хорошая песенка Бум-бум-ла-ла Бум-бум-ла-ла-ла Он идет за горизонт Ветер с ним шагает рядом Не всегда и не везде В городах бывали рады Если в городе туман Солнце вдруг его покинет Все сидели по домам Были улицы пустыми И в серые дни Когда он заскучает Вместо него Попугай запипает Бум-бум-ла-ла Хорошая песенка Бум-бум-ла-ла Без слов, но так весела Бум-бум-ла-ла Хорошая песенка Бум-бум-ла-ла 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 Без слов, но так весела Бум-бум-ла-ла, хорошая песенка Бум-бум-ла-ла, без слов, но так весело Бум-бум-ла-ла У нас сегодня в гостях волшебники нашего, да и вашего двора Илья и Ксения Это организаторы детских праздников студия Чизкей Илья, Ксения, ну вообще расскажите пожалуйста В данный момент предпочтение детишек Или все-таки сейчас как идет Предпочитают родители или детишки все-таки Кто выбирает досуг свой, как проводить Вы имеете ввиду выбор персонажей Выбор персонажей, вообще выбор предпочтений Выбор того, чего хотят дети Ну мое мнение, что выбирают дети Потому что в первую очередь многие родители спрашивают А кто твой любимый там персонаж Кого ты любишь, что ты смотришь Ну и отталкиваются от этого В редких случаях бывает, когда родители что-то выбрали Потому что считают они это очень красиво, очень здорово Бывает ситуация, когда персонажа выбирают не по возрасту То есть допустим родителям понравился безумный шляпник Так как у него красивый, красивый внешний вид Да, все, он такой яркий, необычный А ребенку допустим 3-4 года Или например это мальчик Который совершенно не видит у себя на дне рождения безумного шляпника То есть в редких случаях такое происходит То есть несоотношение То есть я считаю, что родители выбирают реже все-таки Ну бывает Да института терпят, да? После школы уже точно, в институт сказала пойдешь в этот Ну опять же идти на поводу у детей не всегда приводит к удачному мероприятию Особенно если они маленькие Конечно И сегодня они хотят Человека-паука А завтра пришел Человек-паук и он плачет И говорит У мамы говорит Я там, да, не готов, не боюсь Буквально ситуация, наверное, вчера у нас произошла Когда ребенку девочки заказали трансформер И она очень хотела И она трусилась от страха перед этим трансформером Хотя она очень хотела И мама говорила, мы обожаем Она все знает, все в тематике Там, бла-бла-бла Но просто ребенок трусился от страха И мы это мероприятие сократили Сократили? Да Чтобы не дай бог не увидеть слез А сколько лет было ребенку? Шесть лет Шесть лет девочка Она была в шикарном платье принцессы Но То есть она не смогла, наверное, переволновалась Что такой огромный, железный Переварить, да? Страшный, наверное Нет, костюм, конечно, эффектный Я не буду спорить Все дети, всем понравилось Мальчики всех бегали Ну, мальчикам понятное дело Девочки постарше А у нее как-то вот так Как мама выразилась Она сказала, что Просто ребенок Поверил в то, что ты действительно Настоящий робот И она Как бы переволновалась И, наверное, от этого И испуг произошел, да? Ну, а вообще, можно Маленькую статистику Что выбирают чаще? МС Бублика, Микки Мауса Того же самого старого Может, все-таки Эра Железного Человека началась И Эра Человека-паука отошла Эра Альтрона, да? Практически На наш взгляд Есть, да Персонажи, хиты Такие своего рода Да, вот в этом году Если мужской персонаж Обсуждать То Черепашка-Ниндзя Рулит у нас Сейчас Если в прошлом году Были Трансформеры Очень актуальные Хотя костюмы Действительно внушительные До сих пор То вот в этом году Вот он пляшет Только у нас Опять же, все начиналось С пиратов Джеков-Воробьев Когда Да От простого к сложному Следующий вопрос Мы предугадали Все-таки О Низах-Черепашках Вернемся Я так думаю Что летом этого года Вышла Картина О Низах-Черепашках Вспомнили? Конечно И мы постарались Сделать этот образ Сразу Буквально Как только вышел Да Горячий образ На самом деле Я сам в детстве Смотрел этот мультик Я был в восторге Собирал эти наклейки Кто их не собирал? Но их постоянно Реанимируют Этих черепашек Постоянно Как-то Их изменяют А вот вообще Откуда берутся Ваши персонажи Вот Безумный Шляпник Черепашки-Ниндзя Есть какие-то Вымышленные персонажи? Конечно Разумеется Вот МС Бублик Например Я познакомился С всеми вашими персонажами Практически Наверное В соцсети Одноклассниках На вашем сайте МС Бублик Ну такого не слыхал Может быть По какому-нибудь Телеканалу Модному Рулит Нет Название Точнее его имя Родилось Наверное чисто случайно Главное Чтобы Те слова Которыми мы называем Персонажей Были смешными Для детей Вот И мы выяснили Что есть такие слова От которых дети Закатываются С усмехом Например Как МС Бублик Почему-то По каким-то причинам Не знаю Мне показался Какой-то белый Блэкстар Такой По сути Это персонаж Для детей постарше Он рождался Для детей Десяти лет Где-то Когда они уже Не верят В эти сказочные персонажи Но при этом Им хочется праздника Им хочется Чего-то непонятного Веселого Классного Ну и проводил Что-то Вроде дискотеки Как-то так Ну у нас еще Будут такие персонажи Нелепые Я бы их назвал Но они при этом Очень прикольные Все-таки Кто там у нас У нас сейчас А кстати Диджей Да Диджей Морковка Диджей Кекс Ага Да Я тоже Не видел Такие же Как бы Был у нас Когда-то Эмси Диджей Пупсик Да У нас еще Был Он к сожалению Не работает Но он тоже Прикольный Он в стиле диска Ну клоуны Тоже Клоуны Мы сами Придумывали Полностью И внешний вид Именно Откуда вы берете Эти все идеи Они у вас Опять же Рождаются От общения Друг с другом Как и родилась Собственно говоря Идея Создания Детского Все таки вы Где-то берете Свои зарисовочки В интернете На телевидении Может быть еще На каких-то шоу Все рождается Наверное в процессе В процессе Работа с детьми То есть они Кидают нам идеи Мы кидаем им идеи И получается Отличный праздник Вот Естественно Что-то обсуждается Что-то Какие-то сценарии Пишутся Но так как По одному сценарию Нельзя провести праздник Потому что все дети Совершенно разные Такой Своего рода Сценарий Как вот Философский камень То есть Идеальная форма Нет такого Конечно Мне кажется У вас Может быть есть Какой-то сценарий Но опять же Он обязательно Обрастает каким-то Экспромтом Без которого Просто нельзя Экспромт Самый любимый Он готов над ним Работать И работать И работать И работать Это только что Открыло Главный секрет Да Вообще Он наверное Пират по жизни Поэтому В этом образе Он чувствует себя Лучше всего на свете Наверное Ну да Пират и разбойник Я например Себя в душе чувствую Разбойником Поэтому Мальчишки Но с другой стороны Я думаю Что Просто у меня Тоже племянники Как-то отмечали Пиратский день рождения Очень легко украсить Двор Кафе Не знаю Там Кровати какие-то Там Как сделать из него Импровизированный корабль Сделать импровизированный Канат И одеться Как-то детям Мне кажется Легче всего Остальных Одеть Ну по крайней мере Я не видел еще Вечеринку Например Семейство игрушек Знаете Что он был Как там Вас У вас есть тоже персонаж Чтобы там Ковбой был Чтобы все оделись И так Ну как бы дети Еще до этого не дошли Но я думаю Все со временем Придет к этому Ведь уж и проводятся Свадьбы Стиляжные Где там Все подружки Невесты В одни и те же платья Мы потихонечку К этому стремимся Как вы думаете На самом деле Забегу вперед Вообще Мы же Наше детство Мы жили без этих Без этого всего Сейчас то что мы делаем Это хорошо Для детей И для нас Или все таки Было лучше тогда Когда мы Росли И у нас не было Возможности такого Просто ответим Да или нет Я думаю что хорошо Любой игровой процесс Любой игровой процесс Это хорошо Это развитие Развитие для ребенка Конечно Это развитие Но об этом мы еще поговорим Уважаемые слушатели Оставайтесь с нами И мы вернемся буквально Через несколько минут На огромном небе Звезд невидимо Посмотри на мир Наш удивительный Это наше небо Наша родина По вселенной Мы лимбосторонние Мир удивительный Мы следователи Романтики Сколько будем покорять галактики Мир удивительный Мир удивительный Сохранит Знаем мы Это нас ждет Ну а пока мы ночью не спим Мы ждем Когда время придет Время Позднее время Не детское время Нам надоели Мишки в постели Ваши советы Нам хочется дела Мы тоже хотели Танцевать до рассвета Крутое коктейли Артикарту завели Берить модели Летать на ракете Решать все проблемы Мы все высунули Придет наше время Время придет Время придет Время придет Время придет На огромном небе место хватит всем Мы найдем друзей в далеком космосе Мы готовы Мы готовы к веку информации Полетим искать цивилизации Будет небо над землей прекрасное Мы раскрасим нецветными красками Будут будни яркими и лепестными Мы идем за братьями и сестрами Мир удивительно ждет впереди Будем такие, как мы Ну а пока мы не спим Мы глядим на дни вечерней москвы Время Позднее время Не детское время Нам надоели Книжки в постели Ваши советы Нам хочется дела Мы тоже хотели Танцевать до рассвета Крутые коктейли Кровавую мыли Летать на ракете Зажигать на банкете Шарить в интернете Мы все бы сумели Придет наше время Время Жить на реке А ты как в кушавеле Клеить с моделей Вещать все проблемы Мы будем в ответе За все на планете Придет наше время Время придет Время придет Время придет Время придет Не детское время У нас в гостях Илья и Ксения Которые сейчас ответят мне на вопрос Скажите пожалуйста, на ваш взгляд Как у профессиональных аниматоров Когда заканчивается не детское время? В каком возрастном критерии? Когда оно начинается? Нет, когда заканчивается не детское время В нашем опыте оно заканчивается Наверное лет в 12 Во всяком случае родители заказывают Аниматоров максимум на 12-летних И то 12 лет случается реже Ну 10-11 И совершая при этом большую ошибку Дети остаются детьми даже Наверное года 21 На мой взгляд То есть как-то нету практики у нас И вообще, чтобы приглашали нас на детей постарше А нам бы очень хотелось поработать с детками постарше Мы работали с 11-м классом 9-й, 11-й класса А вот этот промежуток, вот этот 8-й, 7-й Как-то игнорируется целиком и полностью Становление соцсетей и интернета Наверное люди понимают, что есть другой мир какой-то Хотя уже раньше Ну не знаю, вот вы знаете Сейчас мне уже за 30, честно говоря Но если бы ко мне пришли на день рождения аниматоры Ну сюрприз Я был бы очень доволен и счастлив Вы знаете, наверное из-за того, что в детстве у меня, может быть, этого не было Я никогда этого не имел Как раз у нас существует такая услуга Которая называется Живая открытка Для взрослых и детей То есть приходит аниматор в любом образе Как хотите, нарядные Можно заказать какой-то подарок, естественно Ну не вы, а кто для вас готовит сюрприз Если это девушка, то цветы Может быть игрушка мягкая Если это мужчина, может быть какой-то Ну да, с утра просыпаетесь, продираете глаза Звонит дверь, открывается дверь Стоит перед вами Элвис Поет какую-то сиренаду и вручает, грубо говоря Не, ну так вообще нечестно с вами общаться Поскольку наша ментальная нить Что-то слишком уж начала расширяться Не то, что вы увлеклись Просто вы опять ответили на вопрос Который я хотел спросить буквально через две минуты То бишь, живая открытка Я приблизительно понимаю, что это такое Это, ну как Илья-то уже сказал Получается, я продираю глаза Прихожу В чем смысл ее? Я вот не могу понять Никогда ее не видел Не заказывал вообще В чем смысл этого? Это сюрприз Человек, дружок, день рождения Мне исполнилось там 35 лет Мне грустно Я уже старый А тут раз, бабах и клоун Да, на пороге Или там, не важно Или таким образом можно выразить свои чувства Как у нас был случай, когда человек в море Вот Его дама, сердце с ребенком находится дома Он просто не имеет возможности сам лично поздравить И мы как-то этот вопрос телефонном режиме решаем И в принципе это очень здорово Мы смотрим на счастливые глаза этой девушки И нам тоже хорошо от этого, да? Да, конечно Что все получилось В огромном удовольствии Наверное, просто эффект Эффект неожиданности И плюс Атмосфера праздника Все-таки клоун И кто-то там Ну вот эффект неожиданности Ведь у ребенка Даже взрослый человек У которого день рождения Все равно в душе ребенок Может вызывать какой-то негативный эффект Бывало ли такое, что действительно Девушка 35-летняя Продирая глаза Видя на пороге Ел высокоившую сиренаду Понимает, что боже мой Действительно это случилось Мне 35 лет И она И как маленький ребенок Нет, такого у нас не было У нас был случай с Дедом Морозом и Снегурочкой Когда нас заказали для какой-то девушки И они долго отнекивались в офисе Что мы говорим Ну не помню Мы ее искали по офису Нам нужна была допустим Галина Где Галина Где Галина Все говорили Это не я Это не я Все просто Можно так сказать Сжугались от нас Ну просто человек Он наверное И скромный Да, были очень скромные Видимо Но все-таки Человек был очень счастлив Получить свой подарок Конечно А как же вы нашли все-таки Что это Галина Методом исключения А вы не Галина Вы не Галина Кто осталась Мы показали подарок Да, она призналась Потому что подарок был шикарный Это была норковая шуба А, я понял Да, это была Поэтому сразу Галина призналась Ну может быть это была не она Но там очень сильно повезло Хорошо, скажите пожалуйста А вот по поводу костюмов Вы сами шьете Или на заказ Вам шьют костюмы Изначально шили сами Да Теперь у нас Есть специально обученный Для этого дела человек С которым Мы сотрудничаем У нас все устраивает А скажите пожалуйста Вот очень большая деталь Мне кажется Проработать персонаж Соответственно Пошить костюм Досконально То бишь когда-то Года три назад Тут у меня четко Осталось в памяти Такой нелепый случай Пришел Дед Мороз Поздравлять детишек И ну не знаю Из кафтана Деда Мороза Выглядывали туфли С острым носом Но мне это крайне не понравилось Я не считаю себя Пендитным человеком Но тем не менее Насколько я видел фотографии Ваших персонажей То в принципе Ну как Детально практически Все соблюдено Как в мультиках Как в фильмах Вы опять Откуда берете информацию Опять же С тех же самых Мультфильмов И фильмов Для того чтобы Детально прорабатывать персонаж Он меня Лично Дизайн костюма В конце концов Кто создает Ну я сейчас все объясню У меня просто В жизни тоже была Такая ситуация В детстве Когда и даже Не в детстве Когда ты все-таки Видишь Халтура Грубо говоря И у тебя пропадает Вообще все Сказочное настроение Поэтому Наверное Отсюда Вот и Это все и пошло И пошло Ксения она Меньше Заморачивалась На это изначально Ну у меня тоже В детстве Опыт Я видела в окно Деда Мороза Вышедшего В брюках Но без шубы И уже без парика И я была очень разочарована Конечно Конечно В общем мы на это Очень сильно Обращаем внимание Потому что Многие дети Даже посмотрев Что все Идеально И так как Представлено Представлено в мультике Или где-то там Не важно Дед Мороз Они действительно верят Это был настоящий Дед Мороз Это был настоящий Шляпник Костюм Делает Пол Пол Дела Да Если Ты выходишь И у тебя действительно Шикарный костюм Ты уже наверное В какой-то мере На 50% Очаровал Да Внимание детей Как бы на себя Акцентируешь Да На себе Вот так Так Костюм У нас кто-то звонит В студии Прямо эфира Секундочку Алло Здрасте Да-да Ну что Они дарят детям Такой праздник Мы С моим ребенком Уже Были на некоторых Сих мероприятиях И Они Оставляют Вот у себя Незабываемые Просто Печатления И Просто Щенячью Восторг у детей Поэтому Просто Можете Сказать им Большое-большое Спасибо Большое спасибо Вам за Благодарность Особенно За Свинячий восторг Который вызывает У детей Хорошего У меня До свидания Очень Ну вот видите Вы приносите Детям Свинячий восторг А это Просто здорово И замечательно Но Все-таки Давайте вернемся По поводу Костюмов Действительно Костюм Это 50% Дело Остальные 30% Дело Наверное Сценарий 20% Харизма И обаянии Ваше Нет Наверное 30% Это харизма Это харизма А 20% Это сценарий Конечно Мы Отдаем себя Целиком И полностью Работая с детьми И То есть Тратим много энергии Чтобы создать Эту атмосферу Скажем так Наверное Ты начинаешь Верить сам В то что ты Являешься Этим персонажем И Как бы Сливаешься С ним В одно целое И Поэтому Харизма Для нас Наверное Да Занимает Второе Место То есть Если Харизма Не может Существовать Без костюма Чтобы персонаж Был полноценный А потом Уже к сценарии Конечно Не без этого Это уже Отдельная тема Вот такой вопрос Всегда меня интересовал Я не то чтобы мечтал Но всегда хотел Задать Клоуну вопрос Поскольку у вас есть Такая услуга Как клоун Скажите пожалуйста Клоун Человек Который всегда улыбается А что делать с харизмой Когда например С утра встал И случилось Ну не дай бог Какое то Несчастье Горе Ты едешь по дороге Что делать Как собраться Это наверное Самое Самое Вопрос кстати Очень такой Интересный Получается Периодически Постоянно Мы встречаемся С этой проблемой Вот Мы наверное Просто переключаемся Я вспоминаю Знаменитого Советского Да И российского Клоуна Юрия Никулина Который На манеже Был просто Очарователем Был весел Был Ну хотя у него Было каменное лицо По большому счету Всегда Но когда Вот я смотрел Передачу С ним Белый попугай И он сидел С серьезным Каменным лицом Рассказывал Анекдоты Я пришел Тоже к тому же Мнению Что на самом деле Клоны Это очень серьезные люди Вот В жизни В реальной жизни Да Как переключаться Очень Очень просто Наверное Ты Просто Какой то Рубильник Срабатывает В какой момент Он срабатывает Когда только делаешь Шаг на сцену Да Когда выходишь Ты дед Ты выход Вышел Процессия Для фотографий Для всего Мы сразу предупреждаем И ребенок Предоставлен сам себе В плане Собственного движения То очень сложно Удержать его внимание Тем более В таком маленьком возрасте Да До 2 года Маленький ребенок Абсолютно с вами согласен Рассеянное внимание Ему будет интересно Поддержаться за костюм Две минутки А потом все-таки Он вспомнит о чем-то другом Уважаемые слушатели Оставайтесь с нами Мы вернемся Через несколько минут Это Тип Сейчас Для самых маленьких Что же такое Доброта А может и для нас Для больших Что такое доброта Что это такое доброта И увидеть нельзя И нельзя потрогать Доброта это когда Доброта это тогда, когда Все друг другу друзья И летать все могут Девочки и мальчики Сладкие как карамельки А на небольшие башмаки Это бар-бар-бар-барики Яркие как мотыльки А в глазах горят фонарики А на небольшие башмаки Это бар-барики Встал вам на ногу сто Значит хочет подружиться Он хочет научить вас Шевелить ушами На ногу села Значит хочет познакомиться И пощекотать А вовсе не ужалить Девочки и мальчики Сладкие как карамельки А на небольшие башмаки Это бар-бар-бар-барики Яркие как мотыльки А в глазах горят фонарики А на небольшие башмаки Это бар-барики Бар-бар-бар-бар-бар-барики Девочки и мальчики Сладкие как карамельки А на небольшие башмаки Это бар-бар-бар-барики Яркие как мотыльки А в глазах горят фонарики А на небольшие башмаки Это бар-барики К нам на праздник доброты Приходите и ты, и ты Кто умеет летать Кто не умеет А летать просто так Надо улыбнуться просто так Чтобы звезды достать Надо стать добрее Девочки и мальчики Сладкие как карамельки А на небольшие башмаки Это бар-бар-бар-барики Яркие как мотыльки А в глазах горят фонарики А на небольшие башмаки Это бар-барики Девочки и мальчики Сладкие как карамельки А на небольшие башмаки Это бар-бар-бар-бар-барики Это барбарики, а у нас в гостях Илья и Ксения, организаторы студии детского праздника «Чизкейк». И вот на наш смс-портал с номером 5522 прилетел вопрос. Привет, Илья и Ксюша, почему свою студию вы назвали «Чизкейк»? Заранее спасибо. Ну, все довольно просто. Слово «Чизкейк» обозначает вкусный современный тортик. Сырный тортик. Сырный тортик, который дети любят, и взрослые тоже. Ну, и мы не исключение, мы обожаем этот торт. И плюс это слово состоит из двух слов «Чиз», да, все дети кричат «Улыбка», да, «Чиз», «Улыбка», да, и «Кейк» вроде «Торт», «Праздник», «Детский день рождения». Вот как-то так и родилось это. Это ассоциативно, да, в общем, оно. Да, довольно продуманно. И оно современно, то есть оно встречается, оно не так давно вошло в обиход, да, в те же самые рестораны, кафе, последнее, как суши, грубо говоря, да, то есть. А «Чизкейк» и не все люди до сих пор знают, что это такое? Ну, учитывая то, что я знаю английский язык в той или иной мере, для меня вообще «Чиз» это, я когда слышу слово «Чизкейк», я знаю, что такое, я пробовал, честно говоря. Но, тем не менее, для меня «Чизкейк» это такая улыбка в форме какого-то большого-большого торта. Ну, это, знаете, как слова в английском языке, которые состоят из двух слов, не знаю, например, там, не будем говорить, как, например, «жених» будет по-английски. Ладно, так, давайте поехали дальше. Значит, вопрос еще такой пришел от слушателей Русского радио. Как дорого стоят ваши услуги? Ну, что ж, я могу сказать, что это на самом деле не тайна, но все интересующие вас вопросы вы можете задавать по номеру телефона, так как все-таки цены, они варьируются, регулируются, и я не могу конкретно сказать, что, где и как, почем. То, в принципе, если вы позвоните, дорогие радиослушатели, по следующему номеру, да, 8-928-133-57-62, то мы с Ксенией будем рады ответить на все ваши вопросы. Да, запишите 8-928-133-57-62, студия праздника Чизкейк. И осталось повторить мне, 8-928-133-57-62, студия детского праздника Чизкейк всегда улыбнется вам. Ну, а теперь у меня вопрос созрел. Действительно, у вас какая-то, простите, фиксированная цена, или все-таки есть же, наверное, разные вариации сценариев, которые там будут стоить какие-то дополнительные услуги, опции, там все же это, наверное, есть. Конечно. Есть пакет стандарт, есть пакет оптима, есть бизнес-класс. Например, ростовые игрушки, аквагрим, мыльные пузыри. Ростовые игрушки, ну, это, понятно, большие какие-то костюмы, аквагрим вы тоже делаете? Да. Вот мыльные пузыри, что это такое? Я читал у вас на сайте, это вот когда комната наполняется миллионом радужных пузырьков, которые невозможно полопать. Это как может быть? Ну, это специальный спецэффект такой, можно так сказать. Генератор, машина, да. Запускают очень много пузырей, и несмотря на то, что 20 человек в комнате, они не могут перелопать их сразу одновременно. Ну, единственный момент... Вот это мне бы точно понравилось. Да, да. Лучше, чем живая открытка. Вот, ну, помимо этого у нас еще есть и снег, и есть еще что-то у нас... И светомузыка у нас. И светомузыка, да, как бы. В общем, вы с детства уже начинаете приучать наших детишек к клубешникам, да, извиняюсь за выражение, да? Снег, светомузыка, мыльные пузыри вместо дыма, да, и пенной дискотеки, да? Да, да, и пенная в том числе, да. А, уже и пенная, да? Да, летом у нас планируется. Так, давайте поговорим, значит, о носочном. Новый год-то уже на носу, прекрасная новогодняя погода сейчас у нас на дворе. Ну, собственно говоря, как обычно это и бывает, зима навсегда, кроме Нового года. Новый год-дождик, мы привыкли рады им. Когда начинаются у вас новогодние, так скажем, корпоративы и заказы уже? Дедушка Мороз, когда работать начнет? 20-е число, да. Да, 20-е число. 20-е число, декабря, вот, последняя неделя предновогодняя. 31-е число. Включительно, конечно. И мы, кстати, будем, наверное, и в Матвею Кургане мы тоже будем 31-го числа, да? Да, да, да. И не только 31-го числа. Дедушка Мороз запрягает сани с 20-х чисел и начинает свой великий поздравительный поход. А вот этот вопрос меня больше всего интересует, даже больше, чем про рубильник, о котором мы говорили, выключение плохого, рубильник, выключение плохого настроения. Дедушка Мороз, как может Дедушка Мороз, понятно, что ты скажешь мне персонаж, разорваться? Он 31-го числа и в Кургане будет, и в Таганроге, и еще где-то. Как это все успевается? Это все плотный график, запись ежедневники, или все же, как это происходит? Ну, это очень плотный график. И быстрые сани. И быстрые сани. И, надеемся, хорошая погода. Ну, по крайней мере, да. Чтобы сани перемещались быстро по городу и за город. Вот, как-то так. Но скажите, пожалуйста, есть люди, ну, так скажем, назовем их странно, но тем не менее интересными, которые на Новый год, ну, или в преддверии Нового года, не хотят Дедушку Мороза, а хотят, например, там, Элвиса или Безумного Шляпника? Такие люди есть, но мы не можем... Не можем, да. В отпуске все остальные персонажи. В отпуске 31-го, во всяком случае, точно. Конечно. И нам удобнее, то есть Дедушка Мороз, как вот он, одел свой халат, да, и пошел до самого вечера. И пошел до самого вечера. Поздравляю. Не снимая с себя бороды. А 31-го числа у вас какое, во сколько поздравлений? Ну, сейчас. В смысле? Во сколько времени последние поздравления? Или вы настоящие звезды, вы работаете в Новогоднюю ночь до? Дело в том, что в этом году мы сделали исключение, мы работаем до 9-ти, по идее. Ну, в общем, будем Новый год дома, так как у нас родилась дочка, ей уже годик, и мы хотим посвятить время ей тоже. А так получится сапожник без сапог, да, то есть наш ребенок без праздника. И ключевое слово, сказала Ксения, по всей видимости, наверное, до 9-ти часов. То есть предусматривается вариант, когда вы будете уже ехать или идти домой, и тут, ну, кто-то станет на колени и скажет, Ну, пожалуйста, Дедушка Мороз, мне очень-очень надо, и, естественно, отказать Дедушка Мороз не может, да? Ну, у нас в прошлом году, наверное, такая ситуация. Нет, в этом году, нет, никак. Мы будем более жесткими, наверное. Да, наверное. Скажите, пожалуйста, Дедушка Мороз изменился за вот, ну, наше, так, юношество, наше детство, когда мы верили, и сейчас? Изменился. И на самом деле это не есть хорошо, так как даже вот мы предлагаем свои программы, мы общаемся с площадками, да, со школами, с детскими садами. Ну, детские сады еще полбитые, там, в принципе, все это нормально. А бывают вот люди просто спрашивают, ой, у вас Дед Мороз, который Дед Мороз, я говорю, ну, да. Да, вы знаете, как-то вот хочется какого-то нового Деда Мороза, то есть это есть люди, которые, я считаю, что должна быть классика, например, да, а каким-то людям это уже, наверное, все надоело, им хочется каких-то изменений. Но в этом случае у нас тоже есть такой креативно-хиповый Дед Мороз, это наш новый проект, который появится вот в последних числах для старшеклассников, вот от четвертого класса и выше, да. Это, по сути, дискотичная программа, веселая, зажигательная Дед Мороз такой, со Снегуркой, МС Мороз там, да, диджей Снегурка, в общем, да, будет здорово. Диджей Снегурка и Дедушка Мороз, ну, хорошо, хоть к Санта-Клаусу не возвращаемся в связи с европейскими событиями. Ладно, уже, мои слушатели, мы привемся на последнюю музыкальную паузу, если есть какие-то вопросы, пишите 5522, не забывайте в начале МИУС, или звоните на номер прямого эфира 8 938 104 1010, и мы подведем итоги, узнаем все-таки, как же мы раньше жили без креативных Дедов Морозов, нужно ли нам это, и для чего, в первую очередь, это нужно Илье и Ксении. Оставайтесь с нами, в прямом эфире «Живая тема». Илье и Ксении. Илье и Ксении. У меня было самое лучшее детство. Я таскал априкосы во дворе по соседству, дергал закосы отличницу Зойку, и завтракал под пионерскую Зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки, я шил в одном моревые повязки. Я полил дымовухи и просадок с балкона, у меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3. Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У меня было сорок колодышей турбо, мне рвали ниткой молочные зубы. Когда я болел, мне ставили банки, подорожники мне заживляли ранки. Я гордо ходил с дипломатом в школу, я хранил дубилку от пепси-колы. Мой кучи-то труда был с другой планеты, а мой двухкассетник сживал кассеты. Я не играл в Counter-Strike по сетке, но когда в чипе не ел таблетки, зато... Зато у меня было детство, у меня было детство. У меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У нас было детство, то, что надо, пусть мы не носили кучу и прада. Что такое айфон, мы вообще не знали, мы волка и яйца годами играли. Родители нам не дарили мобилы, мы с рюкзаками в походы ходили. Мы спали в палатках, а не в бунгало, и ели не мюсли, а картошку с салом. Мы носили варежки на резинке, мы видели Барби один раз на картинке. Мы сбивали нунчаками люстры в зале, когда умер Вердер, мы все рыдали. Рабыня Исаура, комиссор Катани, спокойные ночи, все тихани. Слон, попугай, удав, мартышка, кефир в бутылках с зеленой крышкой. Внутренне очный, АБВГТ-йки, один доллар шестьдесят три копейки. Пекарь, квадрат, резинки, салочки, котлеты в тесте, кукурузные палочки. Вода с сиромом, шоколад, оленка, шампунь, грек-реа, кермиды, варенки, кармен, технология, тюна, нана, фотоаппарат, зенит, велосипед, весна. У нас не было дачи, на кипре где-то, не было памперсов и интернета, зато, зато... У нас было детство! У нас было детство! У нас было самое лучшее детство! Верните нам детство! 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 Ну, с другой стороны, каждый ребенок скажет, что у меня было самое лучшее детство, ну, если, конечно же, в пять лет его не отдали в кадетский корпус. У нас в гостях Илья и Ксения, люди, которые организовали студию детского праздника Cheesecake. И хочу задать вам такой вопрос. Ну, мы определились по поводу всего замечательного, что вы делаете. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что бы мы в преддверии новогодних праздников могли посоветовать просто людям, ну, которые хотят как-то поднять настроение себе и своим детям и сделать в домашней атмосфере праздник. Ну, может быть, просто без привлечения профессионала, может, с привлечением, своими руками. Что бы вы посоветовали людям организовать? В идеале, конечно, наверное, все-таки профессионал должен этим заниматься, так как профессионал, он знает нюансы, он умеет, он на то он и профессионал, потому что все-таки, когда папа переодет и выступает в роли Деда Мороза, ну, мне кажется, ребенок будет разочарован, наверное. Ну, он сразу узнает отца. Да, это естественно, да, и даже если он будет улыбаться, то праздник будет, наверное, не настолько эффектный, да, какой он мог бы быть, если бы действительно человек пришел специально подготовленный ученый. С другой стороны, ситуации бывают разные, не у всех людей есть финансовые какие-то возможности, поэтому, что можно сказать? Ну, фантазии нет предела, да? Да, наверное, нужно создать какие-то семейные традиции. Вот, например, одна из них мне безумно нравится, это традиция семьи, Илюшиной семьи. Они, например, прыгают в Новый год, становятся, вот, когда звенят колокола, можно так сказать, да, становятся все вместе за руки и перепрыгивают, как будто какой-то барьер. Да, вот, мне это безумно понравилось, и когда услышала, я подумала, прикольно, жалко, у меня не было такой традиции. То есть нужно создавать новые традиции, которых не существует, придумывать их собственной семьей. Ну, конечно, наряжать елку, готовиться, в предвкушении покупать мандарины и так далее, готовить подарки. И заказывать студию детского праздника Чизкейк. Да. По номеру телефона 8-928-133-5762. Кстати, в Одноклассниках их тоже можно найти, просто набрать в студию детского праздника Чизкейк в городе Таганроге, и вся информация в нэте будет. Ну что ж, потихонечку время живой темы, простите, подходит к концу. Ну, я уже перестраиваюсь на максимальную волну, у меня после этого тоже будет прям эфир поздравлений. Но, тем не менее, самый главный вопрос, скажите, пожалуйста, нет, не самый главный еще, люди стали пендитнее или нет? Родители, как относятся к вам? Всякое же бывает, но, тем не менее, вот, по сравнению с прошлыми годами. Чем выше поднимаешь планку своих услуг, тем пендитнее становятся родители, можно так сказать. Если мы раньше, когда-то, очень давно предлагали клоуна, пирата, ну, еще пару принцесс различных, все были довольны и счастливы, то сейчас могут позвонить и сказать, о, трансформеры, как будто бы к ним каждый день они приходят, и они буквально шагают под окном туда-сюда. Ну да, там 30 костюмов, грубо говоря, начнут, от 30 и выше, и люди говорят, ну, знаете, мы посмотрели, что-то как-то, да, у вас. Ну, 30 костюмов, как-то, у него... Ну, я не знаю, наверное, это зависит от людей, от конкретных каких-то, да? Ну, так всегда, чем больше, тем больше еще хотят. Конечно, да. Ну, и последний все-таки вопрос, самый главный, скажите, пожалуйста, для чего вам это нужно было? Ну, кроме того, что это коммерческий проект, естественно, зарабатывать нужно всем, понятно, но для чего нужно это вам лично? Нам это нравится. Мы не видим, наверное, себя уже в другой сфере. Мы будем развиваться, продолжать, у нас готовятся новые проекты, которые будут ошеломительными, и в Таганроге в том числе, и, наверное, и на Ростов прогремим. Нам просто нравится, что мы дарим людям новые эмоции, и мы получаем от этого эстетическое удовольствие, и, конечно же, какие-то финансовые вопросы тоже решаются. Вот, уважаемые слушатели, за эфиром, без микрофона, Илья и Ксения, мне знаете, что ответили? Мы делаем это для того, чтобы дети верили в сказку. Этот вариант ответа мне больше понравился. Я же хочу вам задать еще вопрос, который я говорил. Да, конечно. В нас жесткий мир, когда родители все-таки стремятся зарабатывать деньги, дети пытаются, извините за такое банальное выражение, высадить в интернете непонятно что, и отфильтровать информацию. Какие могут быть сказки? Какие праздники? Ведь нужно зарабатывать деньги, нужно хорошо учиться и стремиться к светлому будущему. Какие сказки могут быть? Ну, это, наверное, дети постарше, дети помладше еще верят в сказки. Поэтому, родители, не лишайте детей сказок, не говорите, что этот дядя был твоим человеком-пауком, который только что прыгал. Этот момент, конечно, вообще, да. Мы стараемся покинуть место преступления, так, чтобы ребенок, он оставался вот в этом какой-то эйфории. Но иногда бывает такое, что подводят родители, говорят, вот это дядя, скажи ему спасибо. Мы рады, мы рады услышать, спасибо, нам приятно, но в то же время мы бы хотели, чтобы все-таки ребенок... Сказка не разрушалась, да? Да, чтобы ребенок все-таки маме... Мы, проходя с сумками, ребенок, грубо говоря, с костюмом, ребенок бы сказал маме, мама, а что, человек-паук уже ушел, он улетел, он так здорово. То есть, это бы нам принесло больше радости, наверное. Ну что ж, пару слов на обращение слушателям. Ксения? Дорогие друзья, нам очень приятно, что многие отозвались, да, слушали нас и писали смс-ки, звонили. То есть, мы благодарны людям за то, что они нас приглашают, они нам доверяют праздники, и мы будем для вас стараться все больше и лучше, в общем. Да, мы надеемся, что мы вас не подведем в новом году, и желаем вам, конечно же, хорошо отметить наступающий Новый год, вот пусть какие-то трудности вас не тревожат, все будет хорошо. Отлично, все будет хорошо, это наша тема. И главное, уважаемые слушатели, чтобы у Деда Мороза никогда не отваливалась борода в праздничные дни. Так легко хамелеону на зеленом стать зеленым, на стекле ж вот незадача, ну никак не стать прозрачным. Услышимся буквально через 10 минут в максимальном волне. Оставайтесь с нами на 105.2 FM. Спасибо вам большое. Студия детского праздника Cheesecake. Пока-пока.